Привет, друзья! Наверное, каждый из нас когда-нибудь мечтал о том, что когда он выйдет на пенсию и будет иметь весьма преклонный возраст, сможет себе позволить уютный домик в тихом и спокойном месте на берегу реки. И каждое утро будет любоваться закатом и рассветом, попивая теплый чай у себя на террасе и задумчивым лицом вглядываться вдаль. Точно так же много лет назад об этом мечтал и наш герой, мужчина по имени Мортон Джаблин из США, когда он вышел на пенсию. Но в силу определенных обстоятельств ему пришлось изменить свой привычный уклад, и вот тогда он и придумал гениальную идею, которая до сих пор привлекает к нему журналистов и сделала его знаменитым на всю страну. Так что же такого мог сделать этот на первый взгляд обычный дедушка? Обо всем по порядку. Мортон родился и вырос в Бруклине, и его жизнь особо не отличалась от большинства американцев. Прежде чем уехать за границу с управлением военно-морской разведки США во время Второй мировой войны, он был обычным студентом. Вернувшись в Штаты в 1946 году, он работал фармацевтом, а спустя парочку лет он встретил девушку своей мечты, на которой в скором времени женился. Вместе со своей супругой Шарлоттой он вырастил двоих детей, а уже ближе к своим 40 годам, накопив немного денег, начал успешный бизнес по производству кружева. Дела у него шли хорошо. Денег вполне хватало на приличную жизнь. Хоть миллионером он и не был, но, как и большинство американцев, Мортон смог построить уютный семейный домик с зеленой лужайкой и воспитать двух сыновей, дав им приличное образование. На протяжении всего брака Мортон и Шарлотта частенько путешествовали по всему миру на различных круизных направлениях и за свою жизнь повидали много стран и континентов. И даже когда мужчине уже перевалило за 80, а дети давно выросли и обзавелись своими собственными семьями, он все так же продолжал курировать свой небольшой бизнес и радоваться жизни с любимой супругой в загородном доме. Но однажды все изменилось. В силу возраста в 2007 году его любимой супруги Шарлотты не стало, и оставшись в большом доме совсем один, мужчина был просто разбит и подавлен от горя. Конечно же, дети ему предлагали переехать к ним, но, как и любой нормальный человек, дедушка понимал, что он для них будет только обузой. Как ни крути, а у них уже свои дети и даже внуки, а чувствовать себя лишним он не хотел. Именно так, сидя однажды у себя на террасе, Мортон и пришёл к одной мысли. А именно, что ему нужно место, где за ним всегда смогут приглядеть, там, где он будет рядом с людьми, и там, где уровень заботы о нём будет крайне высоким. И, естественно, друзья. Это не дом престарелых. Уже спустя некоторое время старичок стал узнавать, какая стоимость круизов на круизном лайнере. И больше всего его заинтересовал Seven Seas Navigator, современный и сногсшибательный по уровню комфорта лайнер, который на своём борту имел 8 палуб, 245 кают класса люкс, более 300 человек персонала и который вмещает одновременно до 500 гостей. О прочей инфраструктуре, думаю, рассказывать не нужно. Кроме огромного количества ресторанов и кафе, на нём есть всё, что необходимо для современного человека, включая спортзалы и места отдыха на свежем воздухе. Примечательно, что это судно ранее называлось «Академик Николай Пелюгин» и было спроектировано для изучения верхних слоёв атмосферы и выполнения других задач. А начало строительства заложено 12 апреля 1988 года на южном стапеле Ленинградского объединения «Адмиралтейские верфи». Но так как после распада Советского Союза в 1996 году программы космических исследований в России были сокращены, то достройку Пелюгина, имеющего 58% готовности, завершать не стали. Недостроенное судно продали итальянской судостроительной верфи «Мариотти», где после переоборудования в круизный лайнер под названием Seven Seas Navigator, судно было спущено на воду и по сегодняшний день совершает круизы в Средиземном море. Этот же круизный лайнер фигурирует в фильме «После заката» с участием Пирса Броснана и Сальмы Хайек в главных ролях. И именно этот 165-метровый красавчик корабль и выбрал наш герой. Всё дело в том, что Мортон, оценивая затраты на своё проживание где-либо, пришёл к одной гениальной мысли. Даже стоимость пребывания в доме престарелых не будет слишком низкой, но при этом он будет сидеть, как говорится, в четырёх стенах, и куда лучше перебраться на круизный лайнер. До этого момента дедушка рационально подошёл и к вопросу с финансами, продав свой небольшой цех по производству кружева. Вырученные деньги он положил в банк на депозит, а полученные проценты от его суммы полностью позволяли ему оплатить стоимость круиза. После чего, собрав небольшую сумку со всем необходимым, в 2007 году он так и поступил. И, к слову, друзья, однажды поднявшись на борт этого лайнера, покидать его больше он не захотел. Даже сложно сейчас в это поверить, но дедушка не сходил на берег уже 13 лет, всё время путешествуя вместе с членами экипажа, которые ему уже стали как родные. С тех пор, как Мортон перебрался жить на Seven Seas Navigator, у него даже появилось прозвище – Капитан. Именно так любя его называют все работники круизного лайнера, ведь он единственный знает за столько лет его лучше всех. У него даже есть свой личный именной круглый стол в столовой Компас Роуз, который постоянно предназначен для его ежедневных обедов и ужинов и накрывается лично для него. Все местные повара уже знают о любимых блюдах и предпочтениях мистера Мортона, и при этом пристально следят за его здоровьем. На лайнере есть также медицинский персонал, который знает всю историю его болезни, да и в целом он уже стал неотъемлемой частью этого судна. И это неудивительно, всё-таки 13 лет на корабле. У Мортона есть доступ даже к служебным помещениям, а сам он любит частенько играть в шахматы по вечерам с капитаном корабля и веселить отдыхающих одним своим присутствием. Да что там говорить, отдыхающие у него даже берут автографы, а журналисты – интервью. Сейчас Мортону Джаблину 94 года, а он всё так же активно перемещается по палубе и собирается жить до 120 лет, благодаря морскому воздуху и солнцу. Его номер люкс был адаптирован для удовлетворения его потребностей. Как рассказывает сам Мортон, казино ему не по душе, а вот что ему действительно нравится, так это ежедневные развлекательные вечерние программы и музыкальные представления. Ещё он любит загорать под солнышком, хотя выделяет этому не более 30 минут в день. Возраст всё-таки. Что же касается семьи, то сыновья, которым уже 68 и 64 года, соответственно, регулярно его навещают, когда корабль причаливает в порту Майами. Также он всегда может позвонить им по мобильному телефону. За это время мистер Мортон уже околесил полмира, лишь изредка спускаясь на землю при длительных остановках в портах. Учитывая тот факт, что обычная стоимость каюты, включая всё на борту, стартует от 250 долларов за сутки, то за столь продолжительное время компания-оператор сделала дедушке скидку в 50%, ведь он – настоящий талисман корабля. А стоимость его пребывания составляет чуть более 4000 долларов в месяц, и это с учётом всего, что себе только можно придумать. Иногда стоимость аренды одной квартиры в крупных мегаполисах может быть дороже. В возрасте 94 лет Мортон Джаблин легко может сойти за человека на 20 лет моложе. Он всё так же стройный, ухоженный и седой. Выглядит, как вышедший недавно на пенсию руководитель крупной фирмы с тёмными глазами за очками, которые источают интеллект, уверенность и тепло. Он увлекательный собеседник с удивительно подвижным умом и памятью, говорит о нём капитан корабля. Ну а дедушка, в свою очередь, действительно считает команду своими настоящими друзьями и семьёй. «Я не мог добиться такого образа жизни больше нигде в целом мире. Если мне понадобится медсестра или врач, кто-то будет в моей каюте в течение пяти минут, независимо от времени суток. Если бы меня не было на этом корабле, со мной должен был бы жить кто-то ещё, ведь иногда я нуждаюсь в присмотре, и лучшее условие, чем здесь, я бы нигде не нашёл. Где ещё я могу чувствовать себя в такой безопасности 24 часа и 7 дней в неделю», – добавил старик. «И почему-то мне кажется, что он действительно прав». Ну а эта история, наверное, ещё раз доказывает тот факт, что при нестандартном мышлении и рациональном подходе можно жить даже всю свою жизнь на комфортном лайнере, где ты будешь всегда в безопасности и под присмотром добрых людей. Друзья, а как вам такая идея мужчины? Вы бы так смогли? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось, и до скорого. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok